Лесные истории Здравствуйте, уважаемые телезрители! Здравствуйте, дорогие ребята! Мы сегодня вместе с Митяем будем проводить передачу «Лесные истории». Митяй будет мне помогать. А речь сегодня пойдет о дружбе. Мы сегодня будем рассуждать о том, кто же все-таки является настоящим другом. Правда, Митяй? Да. А у тебя есть настоящий друг? Есть! У меня много друзей в Гореловской роще. И теперь все телезрители мои лучшие друзья. Да, телезрители нас смотрят и присылают нам много писем, фотографий, рисунок. И мы всех благодарим. Правда, Митяй? Да. Мы вам очень благодарны. А теперь давайте посмотрим, какие же работы прислали наши друзья. Давайте, я очень. Садитесь поудобнее и будем смотреть. Вместе, да? Да. Ха, как интересно! Ха, как интересно! Дорогие ребята, вы сейчас только что посмотрели красивые работы. Митяй, а тебе понравились работы наших друзей? Да, очень понравились, ребята! Большое спасибо вам за такие прекрасные рисунки! Вы просто молодцы! А что нарисовано на этих рисунках? Ты заметил? Да. И радуга, и цветы, и лиса. А самое главное, они нарисовали наших героев. Да! Героев Гореловской рощи. Да, лесных историй. Какие там все интересные! И Серый Бог, и Митяй нарисовали. И лисичку, и зайчиков, и медведей. Рисуйте нам и присылайте ваши рисунки. Да, мы будем очень рады. И мы перейдем к нашей теме. Сегодня же мы говорим о дружбе. Да. Давайте мы откроем Священное Писание. Мы откроем наши Библии. Да. И откроем, Митяй, твою любимую книгу царя Соломона. Притчи! Притчи, дорогие! Да, Митяй! Итак, мы открываем притчи 17 глава и 17 стих. Очень просто запомнить, правда? И 17 стих, да? 17 и 17. И что же нам говорит Господь через царя Соломона? Давайте посмотрим. Друг любит во всякое время. И как брат явится во время несчастья. Точно! Здорово! Какие прекрасные слова! Митяй, да кто все-таки является настоящим другом? Согласны Священного Писания? Ну, друг это тот, кто никогда не подведет и всегда придет на помощь. А вот смотри, вторая часть стиха. Как брат явится во время несчастья. То есть друг это как брат, правда? Как брат, да. Здорово! Ты знаешь, в Библии есть интересная история. Да? И на этот библейский сюжет, о котором мы сегодня с тобой будем говорить, очень много написано книг, художники рисовали картины, скульпторы делали скульптуры, а режиссеры снимали фильмы. А дружба была эта удивительная. Героями этой истории являются Давид и Анафан. Эта картина принадлежит великому голландскому художнику. Если я говорю голландский, значит где он жил? В Голландии! В Голландии! Он жил в начале 17 века. Ух ты, как... А сейчас какой век у нас сметяет о дворе? А какой, Светлана? 21-й. Ты представляешь, сколько лет этой картине? А, 21-й! Ну да, я знаю, что 21-й! Молодец! Этот художник прославился тем, что он очень много картин делал на библейские сюжеты. Более 100 работ принадлежат кисти этого мастера, которые он написал именно на сюжеты, которые описаны в нашей Библии. Да. И вообще говорят, что треть всех произведений он написал, когда познакомился с Библией. То есть все герои его картин – это библейские герои. И вот здесь изображен и Анафан, и Давид. И Анафан стоит к нам спиной, а Давид стоит к нам лицом. И здесь очень интересная у них произошла встреча. Оказывается, И Анафан был сыном царя. Правда? А Давид жив во дворце этого царя. А царя звали Саул. Но Саул не любил Давида. Почему? Потому что Давид пользовался большим успехом, его все любили, у него все получалось. Значит, он был добрый. Конечно, он был очень успешный, добрый. А главное, он любил Господа. И имел благословение от самого Господа. Бог ему помогал за его доброту. Давайте мы теперь откроем снова Библию, но только другую книгу. Это первая книга «Царств». Первая царств. Восемнадцатая глава. Восемнадцатая глава. И будем читать с третьего стиха. С третьего. Митяй, помогай мне. Вот что здесь написано. Давайте. Иоанна Афан же заключил с Давидом союз. Союз? Да. Это они решили быть друзьями? Да. Заключили как бы такой договор, да? Да, Митяй. Ха! Ибо полюбил его, как свою душу. Как полюбил. Здорово. Как себя самого, да? И дальше будем читать. Да. И снял Иоанна Афан верхнюю одежду свою. Верхнюю одежду снялась для чего? А вот слушай дальше. Давайте. Которая была на нем и отдал ее Давиду. О! Какой он добрый! Даже свою одежду отдал! Не пожалел, да. Не пожалел. Так же и прочие одежды свои. И меч свой, и лук свой, и пояс свой. Смотри, какой он добрый, правда? Да, и меч, и лук, даже пояс отдал! Вот какой он щедрый! Я тоже всегда в роще нашей Гореловской со своими друзьями всегда делюсь. Все, что у меня есть, я им тоже даю. А вы, ребята, тоже, наверное, со своими друзьями делитесь? И в детском садике, и в школе, и дома со своими братиками-сестричками. Молодцы! Вы тоже добрые и хорошие. Я думаю, что ребятам понравилась и история, которую мы с тобой рассказали. Да, конечно. И эта картина, правда? Да. Я думаю, что они запомнят, кто написал эту картину. Кто написал эту картину? Митяй. Ну, великий художник. Знаете, что... А как его звали? А как, подскажите. Рембрандт его звали. Рембрандт. Но знаете, что я хочу сказать? Если Рембрандт в такие далекие дальние годы читал Библию и даже писал картины, рисовал так красиво. Да. Тем более нам нужно читать, чтобы знать, и чтобы наши дела и наши слова были добрыми. И не расходились с нашими словами наши дела. Правильно, Митяй? Да. А сейчас, дорогие друзья, мы будем смотреть очередную серию лесных историй. Ага. Усаживайтесь поудобнее и... Приятного вам просмотра. Какое лето сегодня чудесное. И грибов сколько, видимо, невидимо. Собирай, собирай. И вот я уже сколько насобирал. Ах, колючий. Ты тут под ногами путаешься. Я думал, тут заяц ходит. А ты, кстати, не видел заяца? Может, он где-то здесь прячется неподалеку, а? А тебе зачем этот заяц, а? Надо. Хочу доброго утра пожелать. О, это хорошее дело. Нет, не видел. Хорошо. Ну, ты, если увидишь его, где он тут поблизости будет прятаться, ты мне скажи, шепни на ушко. Понятно? Так я тебе и скажу. Да, хорошо. Пойду я. А ты это, извини меня, не хотел тебя обидеть. Ах, это ничего. Знаешь, не стало жизни у меня в этой роще из-за волка. Он все время меня обижает, обижает. Не дает мне прохода. Что делать, прям не знаю. Эх. А ты это самое, сходи к медведю и пожалуйся на него. Может, он тебе что-нибудь скажет. Да, пойти к медведю? Это хорошо. Да, я понимаю. Пойду. Ох, и лето в этом году. Какое хорошее, урожайное. Пчелы маленькие. А как потрудились. У меня ульев мало, а меду много. Ох, и лето в этом году. Ох, и лето в этом году. Ты чего это? Ай, 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 ай. Ты чего? Я не могу больше так. Что случилось? Пожалуйста, помоги. Знаешь, вот нет совсем житья от этого волка. Защити, пожалуйста. Да ты это. Но припогни его. Ну, не кричи, не кричи. Ты же как, не как, хозяин рости. Да погодь ты, не плачь так. А то и я сейчас заплачу вместе с тобой. И я не могу больше. Ах, он разбойник. Ах, он разбойник. Да как он посмел? Ишь, расхрабрился-то так. Так, да, ну погоди. Учиню я тебе взыск. По всей строгости. Да, да. Ай, 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 ай. Ну, ты это, утешься немного. Вот метку отведай. А метку? А я подумаю, как твоему горю помочь. Я возьму меток. Да, бери, бери, угощайся. Я очень люблю меток. Иди там, дед мой маленький меток. Надо бы помочь зайцу. Беззащитный же он. Но помочь зайцу значит казать волка. А наказать волка это не дело. Он же волк все-таки. Как бы мне это все сделать так? Чтобы и перед зайцем не уронить себя, и волка не обидеть. А мне он вкусно. Ну, ладно. Ты это, ну что, маленько утешился? Да, поел. Спасибо тебе так вкусно было. Хороший меток. Вкусный, сладкий, присладкий. Хороший, да. Такого не ел еще никогда. Ну, с волком-то все понятно. Да. Он разбойник. Да, да. Ну, а вот от тебя. Это от меня. Я такого не ожидал. Какого такого? Ну, жаловаться значит пришел. Эх ты. Ай. Ай, не постыдился. Стыдно. Ну, был бы ты, скажем, зайчихой. И что тогда? Это другое дело. Да. А, не, не мужское это дело. Идти и жаловаться. Вот так вот. Верно. Да. Не мужское это дело. Ха-ха. О, осознал значит? Да, да, да. Кто-то. О, осознал. Я все понял. Тогда будем считать, что ты ко мне не приходил. Я не приходил? Нет, нет, нет. Ты мне ничего не говорил. Не говорил? И я ничего не слышал. Не, не слышал. Да, не хочу, знаешь ли, тебя в глазах рощи ронять. Ага. Ну, ладно, ты это, иди, иди с миром. Да, я понял. Бывай здоров. Бывай здоров. Ну, пойду я лучше. Да, 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 да. Конечно, я лучше пойду. Э, серый бог, привет. Привет, Бушок. А ты чего это голову повесил? Так от волка житья не стало. Совсем прохода не дает. Но ты ведь знаешь все. Да, это точно. Вот. Нет, пора на него право найти. Точно. Знаешь что, надо к медведю идти, жаловаться на него. Да. 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 Так не поможет. Медвед, ходил я к нему. Посмотрим. Что из этого выйдет. Эх, бедные мы, бедные зайцы. Никто нам не поможет. Никто нас не защитит. Ф-ф-ф-ф. Ты чего это пригорюнился? Что я слышу? Не ожидал от тебя такого. Не унывай. Ты же сильный. А сильные духом обязательно выход найдут. Ф-ф-ф. И ты тоже найдешь обязательно. Я верю в тебя. Да. Да. Я, конечно, я сильный. Конечно, я выход найду. Обязательно найду. Спасибо тебе, что ты меня поддержал в такую трудную для меня минуту. Я пойду. Разреши. Я обязательно выход найду. Я знаю, мне нужно бороться. Эх, где же этот пушок? Так, что-то его не видно. Интересно, что ему медведь скажет. Эх. О, пушок, ну как? Медведь, что тебе сказал, а? Да, где там? Он то же самое и передо мной разыграл. Ту же самую картину. Так, руками помахал, ногами потопал. Ну, да. А потом подозвал меня и говорит, что я не за свое дело взялся. Ах, мне тоже. Да, так ни с чем и отправил. Вот такие, брат, дела. Ясно. Но только ты не унывай. Знаешь, я знаю и точно верю, что выход обязательно есть. Только верить надо. Есть выход? Да. А где же он? Его искать надо, этот выход. Так, я иду. Пойду через кусты малины, чтобы сволка мне не встретится. Вот так. Ух ты. Что это там? На пинке? Коробка? Так это то, что мне надо. Я нашел, нашел. Я знал, что я найду. Ура. Ребята, вам понравилась эта история? Мне тоже очень понравилась. Правда, тетя Света? Да. Вы заметили, ребята, как ежик помог зайчику Серому Боку? Да. Он поступил как настоящий друг. Настоящий друг. Я думаю, что друзья часто делают друг другу подарки. Да. И сегодня мы с вами попробуем сделать такой подарок. Ну, давайте. А подарок будет интересный. Какой? Мы будем сегодня делать закладку. Закладку! Вообще, закладка это очень важная вещь, особенно для тех, кто изучает Слово Божье. Эту закладочку можно положить в Библию. Хорошо. И всегда быстро найти тот текст, который ищешь или в котором нуждаешься. Вы знаете, мы взяли бумагу. Ну, взяли разноцветную, чтобы закладка была красивая и яркая. Да. Но закладка должна быть твердая. Твердая. Да, потому что она более удобна, чем мягкие закладки. И мы с вами возьмем две вот такие полосочки. Одна жесткая, это картон, а другая немножко помягче. Мы взяли, потому что она очень красивая. Теперь берем клей. Митя, ты будешь мне помогать? Да, будет клей. Я люблю клей. Открываем клей. Клей всегда надо держать закрытым, чтобы он не высох. И вот по периметру, по периметру наших маленьких прямоугольничков мы намазываем клей. Клеем пахнет. Клей пахнет. Пахнет, да. Неприятно пахнет, так скажем. Пахнет, да, приятно. Закрываем наш клей пока. Чтобы не высох, да. И теперь берем одну часть и накладываем на другую. Ладья, я посмотрю. Посмотри, вот видишь, как мы делаем. Да, интересно. Митя, ты смотри, чтобы у нас все ровно получилось. А мне нравится. Нужно, ребята, совместить ровно две части. Видите, с одной стороны у нас серебряный узор, а с другой у нас очень интересная поверхность. Она такая шероховатая. Вот потрогай, Митя. Рыхленная? Можно так сказать? Ну, можно сказать, что она шероховатая. Хорошо. Теперь мы должны украсить эту закладочку, потому что она, конечно, красивая, но можно сделать еще лучше. А на библейских закладочках очень хорошо помещать какие-нибудь красивые ленточки, узоры. Вот у меня есть такой набор лент. Митяй, давай ты выберешь, ты будешь у нас дизайнером и выберешь какой-нибудь цвет. Яркий какой-то хочется. А вот какой ты хочешь цвет? А уранжевый я бы взяла или красный? Давай мы возьмем красный. Хорошо? Вот мы сейчас осторожно сметяем, аккуратненько клеим. Опять же, по периметру. Да. Вот мы с тобой наклеили одну часть. Одну. Видите, у нас еще здесь немножечко осталось. И что сделаем? Мы обрежем. Обрежем лишнее, да? Лишнее мы обрежем. Обрежем, давайте. Вот так. Вот смотрите, что у нас получилось. Давайте мы с другой стороны тоже что-нибудь наклеим, какой-нибудь цвет другой. Давай, выбирай, какой мы цвет выберем. Давай зеленый может. Зеленый? Ну давай зеленый сделаем. Мы берем зеленую теперь полосочку. Полосочку зеленую. А мы уже склеим. И будем очень аккуратненько. Очень аккуратно. Помогай мне, Митяй. Ой, давайте. Ведь друзья всегда помогают, правда? Да. И очень здорово, когда друзья собираются вот так вместе и делают какие-то поделки. Ребята, вы тоже можете делать. Это всегда весело, да. Вот мы с тобой сделаем такую закладочку, потом ты можешь с Прошей, с Ёжиком. Держи. Вот, вот так. Держи, помогай. Держи, помогай. Вот что у нас получилось. А, ленточка есть. Две красивые ленточки. Но я думаю, что другу твоему будет очень приятно, если на этой закладочке что-то будет написано. Да, точно. Давайте мы сюда приклеим одно высказывание, которое мы уже сегодня читали. Давайте. В притчах царя Соломона мы сегодня прочитали, что друг любит во всякое время. Это написано в притчах 17 главы. И вот такой маленький листочек со словами из Библии мы наклеим на закладочку. На закладочку. Чтобы твой друг, Митяй, когда брал эту закладочку в руки, Помнил. Помнил. Да. Что ты его друг, что ты всегда ему поможешь. Да. И всегда готов прийти в любое время к нему. Да, да, да. И вот сейчас мы ребятам покажем, что у нас получается. А мне нравится, ребята. Красиво. Вот смотрите, ребята, что у нас получилось. Мне нравится. Тебе как дизайнеру, Митяй, нравится? Ой, чудесно. Здорово. А сюда еще можно внизу наклеить маленький цветочек. Как бы завершить композицию. Давайте цветочки. Закончить композицию на нашей закладочке. Вот что у нас получается. Вот какая закладочка. Тебе нравится? Красивая очень. Да. Красивая. Теперь эту закладочку можно подарить другу. Да. Чтобы он положил эту закладочку в Библию. В детскую. В детскую Библию, да. Или такую закладочку можно подарить и родителям. Да, я сказал. И папе, и маме будет очень приятно. И бабушке, и дедушке. Правда? Да, да. Вот давай мы сейчас эту закладочку положим в Библию. И посмотрим, удобно будет открывать Библию или нет. Да, да, давайте посмотрим. Так, мы закрываем с тобой. Да. И попробуем открыть. Смотри, как удобно. Правда? Да, теперь видно все. Да. Вот прямо мы открыли на этом месте. Ребята, вам понравилось? Правда? Я так рада. Я думаю, что дети очень быстро все научатся делать такие закладки. Да. И будут делать приятные сюрпризы. Правда? Старо. А сейчас, дорогие ребята, мы хотим вам показать выступление наших друзей. Да. Это ансамбль, который называется Светлячки. Светлячки я очень люблю. Возьмите меня, Ленточку. Давай, давай. Мне уже не надо. Да, мы закончили. Не мешал. Да. Спасибо большое. Светлячки так красиво поют, аж сердце радуется. Да. А Светлячков много на твоей поляне? Горелось, короче. Много. Они светят света. А в какое время дня они светят? Вечером. Вечером. Когда темно. Да. И когда они светят, тогда легко найти тропинку в лесу. Тропинку, да. Они тоже, как друзья, помогают найти правильный путь. Правда? Да, да. Ну, а теперь, дорогие ребята, давайте устраивайтесь поудобнее и посмотрим, как наши светлячки поют о Боге. Да. Приятного вам просмотра. Еще не видел никто, еще не слышал никто, что нам с тобою Бог приготовил. В чудесный город, где нет ни славы, ни горя, ни болезни, ни бед. С львом огромным играть, с орлом по небу летать, с Иисусом вместе там погулять. Сложим мы, как здорово там. В чудесным городом. В чудесном городе дом, за очень длинным столом, обедать один вместе с Иисусом. И на любой твой вопрос. И на любой твой вопрос ответит тот, кто создал тысячи звезд. Среди просторных лугов, среди прекрасных цветов, где островою, надонно, надонно, надонно. Мы раз в руки возьмем и самый лучший гимн Иисусу своем. Чего еще мне желать, зачем еще мне мечтать, Мы Иисуса с Божьим огнях и сказать, Здорово здесь! Митя, тебе понравилась эта песенка? Да, мне очень понравилось, как поют ансамбль «Светлячки». Знаете, они настолько жизнерадостны, доброжелательны, что когда они поют, то кажется, словно на самом деле прилетели светлячки и осветили всю нашу лесную гореловскую полянку. Да, замечательно они спели, а пели они сегодня о Небесном Царстве. Бог хочет, чтобы наши взаимоотношения были подобны Небесному Царству. И Бог был дороже. Самый маленький ребенок, который молится, обращается к Господу, чем какой-нибудь ученый или профессор, который совсем не верит в Бога. Давайте же, ребята, мы будем доверять Господу, и тогда Он укрепит наши взаимоотношения, и мы будем настоящими друзьями. Да, чудесно. К сожалению, время передачи подходит к концу, Митяй, да? И нам всегда грустно, друзья, с вами расставаться. Но перед тем, как расстаться, давай мы расскажем детям о Небесном Лучике. Митяй, давай, начинай. Это Небесный Лучик, это уроки, по которым вы можете заниматься, правда? Да, вот такие красочные книжечки мы высылаем в письмах для вас и для родителей, потому что некоторые ребята еще не умеют писать, но они умеют хорошо раскрашивать. Да, и не умеют читать, поэтому родители помогают прочитать. Да, и бабушки, и дедушки учатся вместе со своими ребятами. Да. И когда вы заканчиваете эти уроки, то мы вам высылаем обязательно в подарок диплом. Митяй, ты видел, какой диплом красивый мы высылаем? Да, конечно. Вот смотрите, вот такой красочный диплом. Вы получите. И обязательно красивую Библию с картинками. Детскую Библию, потому что уроки для детей, значит Библия детская. Детская с картинками. Пишите нам, ребята, рисуйте рисунки, высылайте фотографии, пишите и задавайте вопросы, мы будем вам отвечать. Да, только Митяй нужно еще напомнить наш адрес. А писать нужно по адресу Тула 300 300, абонентский ящик 170, христианский радиотелецентр Голос Надежды. Мы прощаемся с вами, желаем вам Божьих благословений, и чтобы ангелы всегда вас сохраняли в жизни. И всего доброго! До новых встреч! Все очень просто, и даже нетрудно, шагни навстречу, так крепнет дружба. Лес, словно дверь распахнет, тайну откроет детям. Тот, кто прощает и не врет, тот лучший друг на свете. Не за морями, а близко рядом, согрей улыбкой и добрым взглядом. Лес, словно дверь распахнет, тайну откроет детям. Тот, кто прощает и не врет, тот лучший друг на свете.